Северодвинск Северодвинск Итак, изменится ли наш город в лучшую сторону с новыми правилами благоустройства? Давайте начнем с такого вопроса, как реклама. Ну, потому что, на мой дилетантский взгляд, кажется, что это то, что изменить легче всего – рекламу и вывески. Так как архитектуру вряд ли можно перестроить в один-два года. Есть ли в правилах требования к размеру, цвету, гармонии с соседними рекламными конструкциями и вывесками? Отвечаю, да. Ну, для начала следует разделять такие понятия, как вывеска и рекламные конструкции. К ним требования разные. Местоположение и эскиз внешнего вида вывески мы согласовываем с администрацией. А на рекламные конструкции, это уже процедура более сложная, требуется именно разрешение на размещение рекламной конструкции. Реклама у нас, она идет в рамках федерального закона о рекламе. И также на территории муниципального образования у нас действует документ схемы размещения рекламных конструкций. На сегодняшний момент у нас утверждено 121 место размещения рекламных конструкций. К ним есть определенные требования к размещению. К внешнему виду у нас прописана фраза, то есть, должно соблюдаться архитектурное, если это на фасаде здания, то должны быть учтены его архитектурные качества. Вообще реклама должна улучшать внешний вид города или быть нейтральной? Может ли она ухудшать? Она может как ухудшить, так и улучшить внешний вид города. То есть, во-первых, назначение рекламы – это привлечь покупателя, привлечь к объекту рекламирования. То есть, это нацелено на привлечение покупателей. Вывеска, если мы сейчас говорим о вывесках, то есть, у нас вывеска регулирует федеральный закон о защите прав потребителей. Именно в соответствии с пунктом статьей 8 защиты прав потребителей, исполнитель, тот, кто оказывает услуги, он обязан довести до сведения потребителей о наименовании, о режиме работы и месте оказания данных услуг. И данная информация должна быть размещена непосредственно у входа, где у нас размещается этот объект. То есть, они уже обязаны вывеску разместить. Когда началось обсуждение правил благоустройства, начались общественные слушания, дизайнер Олег Афонин завел в социальных сетях группу, которая называется «Дизайн Кота Северодвинска». Давайте посмотрим, какие примеры приводит Олег Вячеславович. Он предлагает сравнить варианты сегодняшних фасадов и вывесок города с тем, какие, на ваш взгляд, тут нарушаются правила. Абсолютно все. Все витрины закрыты. Незаконный козырек и очень дешевая выиска. Реклама, я вас поправлю. У рекламы есть одна обязанность – это продавать. Она не должна никого привлекать. А у выиска другая. Вот выиска должна притягивать и должна нести информационную часть. Здесь мы видим нарушение всех требований, например, закрытые витрины, которые не дают свет. Это требования какие? Требования закона или требования эстетические? Ну, закон не везде прописан, так как я сейчас говорю об эстетических законах. Помимо сил фасада, ну мы сейчас будем говорить только о наружной рекламе, не будем говорить о трубах, штендеры, двери глухие. То есть я не вижу, что здесь находится магазин. Я бы в этот магазин никогда не зашел, если это касается рекламы. Я не думаю, что этот магазин работает. Мне кажется вообще, что этот магазин покинули и оставили двери открытыми. На самом деле он работает. Да, я уверен, что работает. Но на самом деле он выглядит именно так. Глухие литвы, двери и витрины. Ничего не понятно, что тут происходит. Вам как специалисту нравится этот дизайн? И нарушает ли он действительно какие-то требования сегодняшних правил благоустройства? Ну вот конкретно эта картинка мы видим здесь не только нарушает эстетические требования вывеска, но здесь же мы видим также окрашенное пятно фасада. То есть мы окрасили только часть фасада. Мы смотрим в целом. То есть здесь в принципе неэстетический вид фасада. То есть либо красить все, либо не красить вообще. Тут даже вот сама вывеска, да, не о ней только надо говорить. Надо говорить о фасаде в целом, о фасаде здания в целом. Вот оно в целом тут все разрушено, раздроблено и не притягивает абсолютно. Отталкивает. У Олега есть предложение, как это должно выглядеть, но его обсудим сразу после звонка в прямой эфир. Здравствуйте, вы говорите, вы в эфире. Юлия, здравствуйте. Здравствуйте. Я житель Северодвинска, Кожевников, Станислав Александрович. Станислав Александрович, добрый вечер. Позвольте задать вопрос вашим гостям. Я более трех лет обращаюсь ко всем органам власти, власти, нет, не местных, постановлениями администрации в свое время. Торговля несанкционированных местах запрещена. У нас организованы прекрасные рынки. Но на проспектах, тетрадуарах, перекрестках, стихийная торговля. Неизвестными лицами, неизвестной продукцией. Это не радует вас, говоря последнюю фразу ведущей. Благодарю. Спасибо вам за вопрос. Да, действительно, вот несанкционированная торговля, она существует. Что она делает с эстетическим обликом нашего города? Вопрос немножко пока не по теме, не по вывескам, да, и не рекламам. Но действительно, то есть такая проблема существует. Администрация Северодвинска рейды совершает, да, и пытается бороться с такими несанкционированными торговлей. Также у нас в правилах прописано, должен быть, вот если это пешеходная дорожка, беспрепятственный проход пешеходов. То есть никаких препятствий не должно быть. То есть если по правилам благоустройства мы смотрим, ну, пока, да, проблема такая есть. Давайте вернемся к оформлению фасадов. У дизайнера Олега Афонина есть вариант, как бы этот фасад можно было бы оформить в соответствии с современными требованиями. Давайте посмотрим. Самый простой вариант я выбрал. Ну, название убрали. Название убрал само собой, чтобы не пиарить компанию. Выправил трубы водосточные, поставил обычное название, убрал козырек. Потратил несколько минут в интернете, нашел неплохой дизайн витрин токийского дизайнера, не помню, как его зовут. Фасад здания продлил, окрасил дальше. Поставил одинаковые витрины, потому что следующий сосед, насколько я помню, это муниципальное ателье. Так что же, соседнему ателье менять, что ли, витрины? Можно не менять, можно их покрасить. Они в полученном состоянии. И помыть. У нас, мне кажется, давно даже забыли, когда витрины были. Все даже мы не помыто. И, в принципе, и все. Поставил стеклянную дверь. Тоже дешевая, но тем не менее. И, по крайней мере, здесь уже все заиграло. И стало видно, что здесь кто-то работает, что-то здесь происходит. Вот не совсем по картинке видно, что эта витрина прозрачная. Это принципиально, на ваш взгляд. Витрина? Понимаете, в чем дело? Витрина почему должна быть открытой? Если даже она будет закрытой, стекла должны бликовать. И по этой причине будет создаваться впечатление, как сказать, когда витрина закрывает, создается впечатление, что там происходит какой-то ремонт. Вот как раньше, например, ремонт в магазине, витрина всегда закрашивали. Так то же самое здесь происходит. Когда человек идет, свет не горит, лампочки не горят, непонятно, что там происходит в этом магазине. Но мы сейчас говорим, в принципе, о бизнесе этих людей, как они показывают свой бизнес. Надо сказать, что магазины тканей – это не единственный пример нарушений множества. Положительные примеры вообще в Северодвинске вы видите? Есть, их немало. Последние положительные примеры – это магазины… Ну, вот кафе «Весна», я помню, вы похвалили. Это очень положительный пример. Это один из эталонов, как надо обращаться с вывесками. Тем не менее, это все видно. Вот, даже замена витрин на современные витрины. Это не деревянные витрины, а современные витрины. Они абсолютно не портят фасад здания. Архитектурные элементы не закрыты. Здесь изначально были вывески. Вот там, господа эконом, они полностью перекрывали архитектурные вот эти элементы. Они не такие кричащие и друг с другом не конкурируют. Тем не менее, все видно, где цветы, где эконом, где кафе. Они друг с другом дружат. Ну, я боюсь, что предприниматели могут с вами не согласиться, а сказать, что это недостаточно ярко, недостаточно заметно. И вот могут все-таки мимо их магазина посетители пройти. Но вот нашему городу ведь яркости не хватает, как и любому другому северному городу. Приехать, если в какую-нибудь скандидавскую страну, они очень-очень любят яркие цветные домики, которые каждая отличается по цвету. И глаз радуется, когда смотришь на эти домики. У нас яркие вывески. Почему-то глаз не радует, что не так. Ну, дело не только в яркости, да. Если у нас не хватает городу света и цвета, это не значит, что мы сейчас будем вывешивать безумные яркие витрины или какими-то пятнами это все раскрашивать, или во все цвета радуги. Достаточно привести в надлежащий вид фасады. Те, которые требуют покраски, покрасить их, да. То есть гармоничные витрины сделать, подсветку сделать. То есть и в темное время суток у нас подсветка. Это не обязательно брать безумными красками и разнообразием красок и яркости. То есть это только в минус нам сыграет. А вообще в правила, которые приняты, которые еще продолжают обсуждаться и будут внесены изменения, такие понятия, как красота и эстетика, возможно ли в рамки правил и законодательства вообще втиснуть? Ну, к сожалению, красота и эстетика, вот именно в таком звучании красота и эстетика прописать, это уже субъективное будет мнение, если, допустим, прописывать, что это должно быть красиво или эстетично. Это может быть субъективное мнение. То есть вы можете прописать размер, цвет, соответственности. Размер, цвет. Это должно быть законодательно, четко, ясно и понятно. У нас в правилах прописано, что вывески должны максимально учитывать архитектурно-художественные особенности здания. Если у нас вывески на жилых зданиях, то вывеска должна быть не выше оконных проемов второго этажа. То есть не выше, у нас ограничены. Также высота вывески не выше 60 сантиметров. Если у нас соседствует несколько конструкций вывесок, они должны быть выполнены в едином стиле. То есть на сегодняшний момент у нас правила пока регулируют это. Но мы хотим все-таки не останавливаться и правила дорабатывать, и прописывать работу, запланированную на 2018 год, и все-таки в направлении в этом работать, чтобы мы четко понимали, должно быть таким образом. Но прописывать красиво, либо основание для отказа, это негармонично, таких фраз не должно быть. Должны быть четкие понятия, чтобы предприниматель увидел, посмотрел так, и он понял, мне нужно сделать так, так, так. Либо у нас должны быть какие-то некие приложения, ну вот Алексис тоже расскажет, к правилам он открыл и понимает, должно быть таким образом. Никаких двойственных понятий и субъективного мнения, что мы отказали, потому что вроде бы как бы нам не нравится. Но на сегодняшний момент так не должно быть. Олег Вячеславович, зная размер вывески допустимый, место, где ее можно расположить, можно ли вообще какие-то правила заставить соблюдать предпринимателей? Разумеется. Заставить сделать красиво. У меня это слово никак не дает покоя. Заставить сделать красиво практически невозможно. Дело в том, что у каждого предпринимателя, многие экономят, мы сейчас говорим о дизайн-коде, но существует еще руководство по использованию логотипа. И когда мы говорим о субъективном мнении, мы сейчас как раз вот затронули наше субъективное мнение администрации города. Но сейчас на данный момент субъективного мнения как раз предприниматели. Это они решают, что нужно делать на наших фасадах и на наших стенах. Эти вещи неприемлемы. И когда пропишется дизайн-код, установится регламент этих вывесок, тогда уже станет ясно, на самом деле даже легче самому предпринимателю, куда ему вешать. А кто имеет сегодня полномочия контролировать правильность размещения рекламы и вывесок в Северодвинске? Могут ли активные граждане, вот если вот у них под окном или рядом с домом что-то повесили, что им не нравится как-то? Ну про активных граждан, то есть реагируют, письма поступают. Вот у меня под окном такая-то реклама, скажите, законно ли стоит письма поступает, да, прямо периодично, то есть от граждан. Рекламные конструкции непосредственно контролируют отдел архитектуры. Еженедельно у нас осуществляются выезды по территории города. Допустим, сегодня мы одну территорию посмотрели, либо и так мы ездим, то есть все ездят домой, выходные мы с рекламной конструкцией фиксируем. Пишутся предписания о демонтаже рекламных конструкций. Еженедельно предписания, ну 5, в районе того, в районе 5-6, то есть еженедельно пишутся предписания о демонтаже рекламных конструкций. Зачастую не можем, так как они незаконно размещены, то есть зачастую не знаем, кому писать. То есть, если они законно, то у нас написан, да, собственник этой рекламной конструкции, мы его знаем. Если незаконно, ну, тут приходится искать. Тут еще искать приходится. А если вот сейчас вступили в силу новые правила благоустройства, и в связи с этим придется ли каким-то предпринимателям переделывать свои риски, снимать, убирать? Ну, в редакции правил до 14 декабря 2017 года была такая фраза по основанию для отказа в согласовании вывески, что вывеска на момент подачи заявления уже висела. То есть, в ходе публичных обсуждений поступили тоже от предпринимателей, то есть, замечания, предложения о том, что убрать эту фразу, потому что у многих вывески висели еще до вступления первых правил, утвержденных в 2012 году. То есть, и здесь некий тупик образовывался. То есть, на момент подачи заявления вывеска висит, мы ее не согласовываем, она так и висит. То есть, непонятно, что с ней делать. Мы убрали эту фразу, и теперь, то есть, вывески, которые уже висели, если они не нарушают, да, вот этих наших правил, и внешний вид их удовлетворяет, да, всех, мы вывески будем согласовывать. Также у нас в правилах прописано, вот это я сказала, моменты по многоквартирным жилым домам, да, то есть, второй этаж, размеры. Не жилые здания, не жилые, они должны разработать свой эскиз, свой внешний вид, уже общий, да, со всеми местами. То есть, здесь не надо будет хотеть каждую вывеску отдельно согласовать. У них должна быть концепция, должен быть эскиз, они его разрабатывают, это наши торговые точки, это административные здания, производственные здания, да, можно какие-то складские помещения. У них должен быть общий эскиз, они его с нами должны согласовать. Вот недавно я побывала в Мурманске и с удивлением узнала, что в этом городе, который ненамного старше, в общем-то, Северодвинска, дома сталинской постройки являются объектами культурного наследия и имеют свой архитектурный паспорт и следят за их внешним видом. Есть ли в Северодвинске хоть одно здание, которое имеет свой архитектурный паспорт или, на ваш взгляд, здание, которое, ну, имеет на это право, что ли? Ну, паспорт должен быть все-таки, вот если как паспорт фасада, да, каждое здание должно иметь такой паспорт. На сегодняшний день, допустим, если мы говорим о новой застройке, да, о новом строительстве, то есть мы согласуем фасады, и тут уже у нас есть цветовое решение, то есть материалы, из которых будут изготовлены, то есть паспорты у новых зданий, они есть. То есть паспорта у старых зданий на сегодняшний день отсутствуют, и это бы облегчило бы нам даже работу, потому что при, допустим, капитальном ремонте обращаются, скажите, какой используют цвет, да, вот при покраске здания. То есть вообще должны быть. И в первую очередь, вот как раз-таки в первую очередь, я считаю, надо обратить внимание на территорию городских архитектурных ансамблей. То есть когда строили, о чем-то думали же, это продуманные улицы. Это было продумано, да, и вот для меня территория архитектурных вот этих ансамблей, да, в первую очередь это проспект Ленина, вот как раз-таки наши сталинки. В первую очередь для них... Ни одна из них не является объектом культурного наследия. Нет, нет. И в первую очередь для них вот как раз-таки нужно проработать паспорт цветового решения, проработать вот дизайн-код для этих объектов, чтобы мы понимали, что это у нас жилые здания и должно выглядеть так. И на законодательном уровне нужно закрепить вот такие вот паспорта. Вот уже несколько раз показали, обшитые пластиком балконы, вот эти металлические двери, смотрите, раньше же там были деревянные на их месте, пластиковая дверь, пожалуйста. Вот как вы к этому относитесь? Позволяет ли это сегодня делать закон? Ну, так, Наталья Александровна, вопрос про законы. И вот что с эстетической точки зрения, Олег, как вы считаете? Ну, металлические двери стали устанавливать в 90-е годы, по понятным причинам. Преступность, люди без определенного места жили, все чего-то боялись. Ну, вот еще деревянные двери есть, и она не так плохо сохранилась. Но даже по прошествии таких лет люди даже не поняли, что вот этот серый цвет или темно-коричневое, это даже не краска, а грунтовка. Эти двери можно было красить в разный цвет. Они их как поставили, так и они стоят. А раньше, надо сейчас вспоминать старые времена, то, что деревянные двери, они как минимум были с окошками. Из них струился свет. И вот эти двери сейчас, я сейчас говорю про жилые помещения, про обычные жилые дома. Когда возвращаешься домой, эти двери всегда горели светом. А сейчас туда лампочки вкручивают. Абсолютно не нужно. Дверь пора менять, глухие двери, они же никому не нужны. Ну, а пластик? Нужен ли вставить как пластик? Пластик, он тоже бывает разный. Обычно, как правило, ставить дешевый пластик, белый. Не очень эстетично. Сейчас достаточно пластика. Мы сейчас живем в такое время, что поставить деревянную дверь, та, какая была раньше, это очень дорого. Сейчас стоит. А закон обязывает беречь то, что есть? Вот сегодня. Беречь? Закон обязывает содержать в надлежащем виде. Это не значит беречь то, что было? То, что беречь, вот прямо такого понимания беречь, его нет. А по поводу того, что разрешает ли закон у нас пластиковые двери, ну, законодательство не запрещает размещение пластиковых дверей. Но пластик к пластику рознь. То есть надо понимать, что это можно сделать и из пластика тоже и дорого, и эстетично, и с теми же, да, не глухие. Ну, а можно поставить действительно просто белую дверь. Но на сегодня вот пока никто не обращался. То есть мы видим, да, что поменяли. Мы знаем, где поменяли, на каких объектах. Ну, на сегодняшний день не обращались за разрешение. Зашли балконы тоже не украшают. Но понятно, что будет социальный взрыв, если заставить людей демонтировать балконы. С балконами, да, отдельный разговор, также на обсуждениях очень живо обсуждался, вот правил благоустройства, было предложение внести данный раздел. Но он настолько жив этот вопрос и противоречив, что вот пока мы оставили внесение изменений именно в правила. Могу сказать, что согласование зашивки балконов мы согласуем в спальных районах, да, то, что не выходит на улицы, там мы согласовываем. Если это речь идет также о Сталинках, либо то, что у нас выходит на проспект Ленина, на Ломоносово, мы не согласуем. Но следует тут отметить, не согласовываем тем, кто обратился. Ага, ну почти никто не обращается, я полагаю. Да, вот это другой вопрос. Там помимо зашитых балконов существует еще проблема кондиционеров и антенн спутниковых. Это тоже ни в коем случае нельзя. Это все тоже в внешнем ветхосаде. Мало кто знает, что это нельзя делать без согласования. И вот еще последний вопрос, просто под самый конец эфира. Самая красивая улица, историческая часть города, ну не признана она историческая, улица Ленина. И Ленина 5, разрушенный дом, мозолит глаза уже шестой год. Есть ли в администрации планы, ну хотя бы прикрыть его баннером? Как это делают в больших и красивых городах? Ну вот мы видим, да, на сегодняшний день, то есть обнесли ограждение, повесили сетку. Сетка висит только в защитных целях, то есть понятно, что языковой эстетикой не гнались. Пока вопрос не обсуждался про баннер, не стоял. Может ли наш Северодвинск быть красивым не только природной красотой? Сегодня мы обсуждали в прямом эфире с главным архитектором нашего города Натальей Глухих и дизайнером Олегом Афонином. Спасибо вам за участие в программе, спасибо за ваши экспертные мнения. И до свидания. В эфире была программа «Открытая студия». Мы открыты для ваших вопросов. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»